По словам экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Кабаненко, сейчас говорить о серьезном уроне военному контингенту России, что находится на территории Крыма, нельзя. По его словам, все части корабли снабжены автономными генераторными станциями. Однако при условии длительной блокады оккупанты могут понести существенные финансовые затраты. На значительный период времени, это, конечно, вплывает, потому что это понижает возможность кораблей работать в море. Например, дизель-генератор в среднем мае различного класса, различных систем, например, от 5 до 15 тысяч годин на робки до ремонта. Вот можете пораховать, помножить это все и так далее. Проблемы возникнут через несколько месяцев, может через полчаса, когда нужно менять дизель-генератор и ставить массовые корабли в ремонт. По данным украинских военных экспертов, в Севастополе, Феодосии, Керчи, Данузлаве и Черноморском расположены военные корабли. Также по всей территории полуострова базируются сухопутные военно-воздушные части. Россия увеличивает свое присутствие в Крыму, что является огромной опасностью для Украины. На данном этапе, уточняет Игорь Кабаненко, нельзя говорить о серьезных сложностях от энергоблокады для частей. Сейчас, по его мнению, максимальные неудобства терпят гражданские лица. Однако, нельзя и отрицать снижение боеготовности армии-оккупанта.